Ну, и давайте еще посмотрим на то, что мы подразумеваем под рукавом реглан. Вот посмотрите, картинка слева. Видите, очень ярко выражена вот эта линия классического реглана, да, когда пройма уходит у нас в горловину. Надо сказать, что строить мы этот реглан будем на базе рукава вточного. Хотя его можно строить на базе рукава реглана. На базе рукава рубашечного. На рубашечный рукав мы с вами не проходили. Посмотрите вот на эту картинку. Видите, если здесь нет ни одного заломчика по рукавчику, да, и вокруг грудки нет никаких заломов, то вот в этой картинке как раз есть характерные заломы по рукаву реглан. Видите? Ну и вокруг груди. То, что заломы есть вокруг груди, нам говорит о том, что базовая конструкция этого платья была, так сказать, плоский крой. То есть она не содержала нагрудной выточки. Вы умеете такую выкройку у меня многие строить, потому что проходили курс, проходили такой курс, да, в видеошколе у нас есть. Но и то, что рукавчик вот так вот, как мы говорим, крутит, да, говорит о том, что у него маленькая высота оката рукава. И этот рукав на самом деле в основе вот этого рукавчика реглан лежит рукав рубашечный. Мы вот этой темой, видите, она не очень-то привлекательна. Пока заниматься не будем, потому что это будет у нас в развитии, может быть, темы на будущее. Нельзя объять необъятное. Но зато мы научимся делать вот такую посадку. Будем стремиться вот к такой посадке для того, чтобы все сидело на своих местах. Потому что мало у нас с вами фигур условно-типовых, каких-то тоненьких, стройненьких, аккуратных, таких красивых. Проблемы будут возникать там, где будет у нас вот это все. Дальше. Где будет у нас фигура особенная. Что еще мне хотелось вам показать? Еще мне хотелось показать вот такую картинку. Сейчас. Посмотрите. Не знаю, как она сделана, да? Но мне кажется, ее элементарно выполнить на базе нашего рукава, так сказать, реглан. Здесь этот реглан, он не уходит в горловину. Он уходит куда-то в плечевой шов. И называется такой реглан уже не классический реглан, а так называемый полуреглан. Мы это все с вами разберем. Но если не придумывать вот такие вот сложные горловины здесь, а сделать это просто вот так вот под горлышко, например, да, или немножко вырез какой-то оформить, или коре небольшое сделать такое, да, и применить вот такую вот ткань компаньон, посмотрите, как это может быть эффектно выглядеть и подано как. Даже самая не очень-то фигуристая фигурка может казаться за счет оформления вот таких вот линий рельефных, может оказаться очень-очень привлекательной. Но видите, какие маленькие прибавки вот у этой модели рукава реглан? Это говорит нам о том, что мы должны выполнять такую модель только из растяжимых тканей, из какого-то нормального, хорошего, видимо, такого достаточно формоустойчивого, плотненького трикотажа. Не слабого, мягкого, который просит фалт, а того, который держит форму. Толстоватенький какой-то трикотажное полотно. Или какой-то синтетический трикотаж, полусинтетический трикотаж. Все это сюда подойдет. Вот такая вот интересная модель. Это я вам все предлагаю как идеи, что мы можем сделать. Так, вернемся к тому, продолжим нашу тему. Посмотрите, обратите внимание вот на это платьице. Это реглан. Линия реглана переведена в горловину. Линия выточка нагрудная, видите, она переведена в сборку. Вот здесь вот эта сборка, это нагрудная выточка на самом деле. Воротничок, хомутик или стоечка, пожалуйста, может быть, а может и не быть. А вот эта выточка, обратите внимание на рукав. По рукаву вот здесь нет шва. Почему здесь нет шва? Потому что применено моделирование к рукаву реглан. Сначала все смоделировали и сделали, как мы с вами будем разучивать. А потом сложили две половинки рукава реглан, соединили вместе, применили лучевую раздвижку, потому что, видите, он аккуратный сверху. И широкий, очень внизу расширили низ. И та выточка, которая оставалась по плечу, она обязательно будет оставаться. Она тоже переведена здесь в сборку. Но вот этот момент, мне надо сказать, не нравится. Это хорошо смотрится, когда вы хороший большой вырез делаете, типа украинской рубашки. Тогда эта сборка здесь уместна. Когда вы делаете воротничок стойка или хомутик, который плотно прилегает практически к шее, то вот эти пузыри около, на плече, они будут вам делать своего рода такой горбик, пузырек. И плечи будут казаться покатые, и общая форма будет не такой интересной. Вот. Но, тем не менее, это тоже сделано. Можно сделать по нашей выкройке. Посмотрите, какое интересное платье. Пусть те, кто пополнее, постарше, не будут себе таких платьев шить. Но у нас есть дочки, у кого-то есть внучки такие, да? Это тоже сделано на базе рукава реглан. Вот такое современное стильное платье тоже претерпевает моделирование, потому что после того, как выполнен реглан, оформлен вот такой вот вырез интересной коры, да? И две половинки рукава реглан, к ним применено моделирование. Опять здесь уже пропадает вот этот шов. Они объединяются, применяется параллельная раздвижка, возможно, комбинированная раздвижка параллельно лучевая вот сюда применяется, да? И получается вот такое интересное. На контрасте узенькая платьица маленькая. Выточки нагрудные переведены вот в такие вот здесь полурельефы. Можно в рельефы их переводить. Нам удобно и талиевая прячется, и нагрудная прячется выточка, да? Маленький объем здесь, и большой объем на рукавчиках. Очень современное сегодня платье, и всегда и всем будет подходить. Рукав можно делать три четверти, чтобы не было такой большой массы в целом, или вообще делать до локоточка. Тоже будет очень хорошо, и мы можем это использовать. Посмотрите вот такой вариант, когда открыты плечики, да? Тоже сегодня насколько это популярное. Ну, здесь вот какие-то оборочки вот такие пришиты. Можно же сделать одну оборочку, можно вообще сюда ничего не пришивать. Опять маленькое платье, это наша основа, вы видите. И вот такая вот часть вот такого вот рукавчика на базе реглан моделирования. Вот это реглан, я бы сказала, не классический реглан, потому что пройма уведена в плечо, а не в горловину, вот так вот, да? А это реглан называется полуреглан. Мы тоже его будем с вами разбирать. А вот это наша, моя ученица Светлана, да? Всем здесь понравился воротничок, а вы видите, вот это линия рукава реглан. Сейчас я, здесь, может быть, плоховато видно? Сейчас я, да, ну все. А, да, это маленькое видео. Но, тем не менее, оно все маленькое, платье все по фигурке. Вот такой вот рукавчик реглан. Какая здесь ткань? Здесь ткань, хорошая ткань, как я люблю. То есть она пластичная, она не сухая, не жесткая, она небольшой стретч имеет. Здесь шерсть присутствует в достаточном количестве. Конечно, есть синтетика, конечно, есть небольшой полиэстр. И она не тонкая. На полненькую фигурку, как мы с вами знаем, мы любим креповое приплетение, потому что оно не делает нашу ткань очень тонкой. Оно не обозначает наших недостатков. Оно, наоборот, она их прячет. И вот такая вот ткань великолепная, она нам подходит для того, чтобы сделать рукавчик реглан. Ну и давайте вернемся еще, например. А, и вот это платье, кто у нас покупал курс, может быть, по моделированию, да? Видите, мы его выполнили. Оно тоже включено вот в этот наш курс. И оно будет вам, технология пошива, на примере вот этого платья, будет вам помогать потом выполнить в конце вот эту вашу идею, вашу задачу в материале, да? Вот такой вот рукавчик реглан классический. Здесь рукав реглан классический. А теперь давайте вернемся к вопросу о том, кому этот рукав идет, а кому этот рукав не идет. Потому что бытует мнение, что рукав реглан расширяет плечевой пояс. Я с этим мнением абсолютно не согласна, согласиться не могу. Потому что, посмотрите, если вы используете ткани компаньоны, как, например, вот в этом случае, да, вы, наоборот, себя сужаете. А если вы не используете ткани компаньоны, но заботитесь о том, чтобы вот эти линии реглана, какие бы они ни были, в кокетку бы они переходили, в горловину бы они переходили, чтобы они, они, наоборот, будут сужать, если их будет видно, если их будет заметно, если они будут читаться, да? Они, наоборот, центральную часть будут делать уже, а никаких лишних прибавок по плечевому поясу, по обхвату рукава, да? Нет, видите, все в обтяжечку практически вот здесь сделано. Но у нас будут наши прибавочки, которые мы обычно применяем. И, пожалуйста, это могут делать абсолютно все. Никого он не полнит, вот этот рукав реглан. Выполненный правильно, он идет абсолютно-абсолютно всем. Вот такое мое мнение. Главное, опять же повторюсь, не устану это повторять постоянно, это правильно выбранная, удачная ткань. Избегайте ткань, похожих на плащевку, избегайте тканей, похожих на джинсовую ткань, понимаете? Вот на жесткий такой хлопок, бывает хлопок очень жесткий, жесткий, сухой абсолютно, потому что выточки присутствуют, потому что линии плавные, а когда плавные выпукло-вогнутые линии, они будут требовать у вас какой-то сутюшки. То есть надо, чтобы ткань сутюживалась. Ну, если вы представляете, что твит, например, ткань, типа Шанель, вот эти вот ткани, они очень и очень сюда подходят. Рыхловатые, сутюживающиеся, из них будет великолепно, потому что иногда заломчики появляются не от того, что неправильная выкройка, а от того, что или не сидит, или крой какой-то неправильный, а от того, что просто вот эту ткань, она не позволяет вот эти заломчики сутюжить, так сказать, она не обрабатывается утюжком так, как это положено сделать. А вот эта ткань, она должна обязательно любить утюг и под утюгом вести себя достойно, хорошо. Вот тогда мы с вами не ошибемся, и результат у нас будет хороший. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok